библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий георгий добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу премудрости соломона и сегодня 17 глава как обычно я читаю отрывок из этой главы потом его объясняю потом мы переходим к следующему отрывку и так 17 глава давайте прочитаем первые семь стихов великие и непостижимы суды твои посему ненаучные души впали в заблуждение ибо беззаконные которые задумали угнетать святой народ узники тьмы и пленники долгой ночи затворившись в домах скрывались от вечного промысла думаю укрыться в тайных грехах они под темным покромом забвения рассели сильно устрашаемые и смущаемые призраками ибо из самое потаенное место заключившие их не спасал их от страха но страшные звуки вокруг них проводили их смущение являясь и являлись серепы чудовища со страшными лицами и никакая сила огня не могла озарить ни яркий блеск звезд не состоянии были осветить этой мрачной ночи являлись им только сами собой горящие костры полные ужасы и они стра страшась невидимого призрака представляли себе видимо еще худшее давайте остановимся здесь значит автор этой книги обращается к тому что называется медраж напомню медраж это такой необычный вид иудейского толкования когда библейской истории добавляются дополнительные рассказы которые не содержатся в самой библии эти рассказы должны по мнению слушателей или тех кто говорит эти медраж и объяснить библейский текст откуда они брались из преданий конечно насколько эти предания древние насколько они соответствуют истории вопрос но изучение медраж и позволяет нам понять как представляли священное писание евреи в те времена ну давайте перейдем к тексту в начале автор говорит о том что не научные души впали в заблуждение когда человек не хочет знать бога и противиться ему то бог позволяет этим людям впадать в различные грехи ненаучные души это египтяне которые видели божие деяния но вместо того чтобы покаяться исправиться обратиться к истинному богу отбросить ложных богов они продолжали держаться своего заблуждения и поэтому бог их наказывал они же названы беззаконны и потому что не творили божьего закона святой народ это естественно израиль значит эти люди которые на которых пустилась тьма есть один медраж такой достаточно интересных говорит о том что на самом деле в египте не было тьмы а тьма была только для тех людей которые угнетали израиль и вот здесь можно так тоже понять что узники тьми и пленники долгой ночи можно понять конечно что вот они ничего не видели хотя вокруг был свет другой стороны можем понять что вот эта долгая ночь это та тьма которая покрыла весь египет люди которые были пленниками тьмы они прятались своих домах надеясь что они скроются от скроются от бога и более того такое представление наверное может вы так слышали что в темноте там бог не видит или там можно закрыть окна или там задернуть занавеску в красном угле и что бог не увидит конечно это не так и вот однако эти люди думали что они будут спрятаны во тьме от от бога однако это не происходило и более того они страдали от страха причем можно понять что страх возникал не от того что там что-то было действительно страшное а вот страхование то есть когда человек как бы боится вот он слышит какой-то звук или или что-то там какое-то шевеление ему становится страшно и здесь тоже самое что страшные звуки приводили их в смущение возможно это действительно были страшные звуки а возможно это просто были вот эти страхования являлись им свирепые чудовица страшными лицами можно понять из дальнейшего текста что это были призраки то есть на самом деле никаких чудовищ не было возможно это вообще были просто галлюцинации которые от которых страдали египтяне тьма была такая сильная что никакой огонь никакой никакие звезды не могли рассеять эту тьму единственное что освещала эту тьму это некий горящие костры которые горели непонятно как непонятно кем за зажженные они вызывали вызывали страх и еще были вот эти призраки которые там вызывали тоже страх этого ничего нет священном писании это все медраж но давайте читать дальше поле обольщение волшебного искусства и хвастовство мудростью подверглась по смеянию ибо обещавшие отогнать от страдавшей души ужас и страхи сами страдали позорной боязливостью хотя никаких устрашений не тревожили их но преследуем брожением ядовитых зверей и свисты присмыкающийся они исчезали от страха боя взглянуть даже на воздух от которой никуда нельзя убежать ибо осуждаема собственным свидетельствами честь нечестия боязливо и преследуемой совести всегда придумают ужасы страх есть не что иное как лишение помощи от рассудка чем меньше надежды внутри тем больше представляется неизвестностью причины производящие мучения здесь снова обращение к медражу но идет в как бы рассматривание этой истории с другой стороны оба волшебное искусство мы хвастовство мудростью это естественно отсылка на египетских волхвов которые могли творить всякие чудеса подобные кстати чудесам который творил моисей но вот когда наступила эта тьма то вот все это обольщение все это искусство оно все пало и вызвало только смех эти чародеи обещали отогнать страхи и ужасы но и сами испытывали этот страх и ужас здесь небольшое такое примечание можно сделать что эта история почему эти чародеи творили творили чудеса значит если посмотреть на эти чудеса то они действительно повторяют все все то что делом и и сей но на какой-то момент вот они идут на равных но на какой-то момент чудеса моисея становится сильнее и вот в этом тоже посрамление почему как бы бог разрешая этим чародеем творить чудеса показывал что они действительно сильны что это не просто там обман или какой-то там фокус и действительно они сильны но бог все равно сильнее что нет никакой силы которая противостояла бы богу хорошо значит дальше снова описывается вот тот ужас который испытывали египтяне что они боялись там звуков которые издавали животные и более того они сидели по домам боясь даже выглянуть на свежий воздух ну а от этого невозможно было убежать то есть они боялись даже воздуха которому дышали почему и вот здесь автор начинает касаться такого вопроса как совесть люди которые испытывали вот этот страх тьмы они понимали почему это происходит и совесть их мучила а когда человека мучает совесть она как бы ему еще говорит про наказание и то есть вот вот эти ужасы которые люди придумали это ужасы наказания откуда они появились из-за мучений совести совесть есть у каждого человека и каждый человек чувствует когда он делает что-то не то то что не соответствует воле божией и совесть ему там об этом говорит и напоминает о суде который будет на какой-то нечестие дальше автор говорит что такое страх это лишение помощи от рассудка то есть когда человек боится то разум у него выключается и разум вроде пытается ему сказать что ну вот ну ну нет опасности как никакой опасности нету все нормально в то же время страх не слышит не позволяет человек услышать то что ему говорит разум ну ночь наступила ночь в этой ночи нет ничего опасного как такового то есть ну кричит птица но днем же тоже птицы кричат не знаю там шумит ветер на днем же тоже шумит ветер или какие-то еще события происходят такие которые днем происходит но то есть и эти дневные события они не опаснее тех событий которые происходят ночью и как бы разум об этом говорит ничего бояться там все то же самое только темно но страх вот этот страх который длинной ночи заглушает голос разума человек продолжает боится более того разум выключился разум не слышен и как бы сознание начинает выдумывать всякие опасности всякие бедствия причины того что будет дальше давайте дочитаем эту голову теперь до конца и они в эту истинно невыносимую из глубины нестерпимого ада и сшедшую ночь располагаясь заснуть обыкновенным сном то были тревожим и страшными призраками то расслабляемые душевным унынием ибо находить находил на них внезапный и ожиданный страх и так где кто когда был застигнут делался пленником заключаем был в эту темницу без оков был ли то земледелец или пастух или занимающийся работаем в пустыне всякий был застигнут подвергался этой неизбежной судьбе ибо все были связаны одним неразрешимой музеями тьмы свищущий ли ветер или среди густых ветвей сласкозвучный голос птиц или сила быстро текущей воды и сильный треск не завергающийся камней или незримое бегание скачу животных или голос ревущих свирепешек зверей и ряда и отдающийся из горных углублений эхо все это ужаса их подвергала в расслабление ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами а над ними одни были была распростерта тяжелая ночь образ мы имеешь некто объять их с но сами для себя они были тягостнее тьмы давайте здесь посмотрим из очень интересно некоторые моменты чем сравнивается тьма которая была над египтом она сравнивается с тьмой которую в аду тут у нас переведено нестерпимого ада но там стоит такое слово которое можно перевести бессильного ада здесь если именно так переводить то и будет интересный момент она давайте возьмем суд почему тьма сравнивается с тьмой из тьмой ада по представлениям древних людей в том числе и евреев и греков души умерших отправлялись такое место которое было нисколько темным сколько таким мрачным таким сумеречным это место евреи называли шоу а греки называли аидом сумерки как тоже в то время когда человек не видит причем и если вот ну как бы ночь вообще ничего не это вот сумерках он совсем совсем все плохо видит но здесь говорится о том что это вот было подобно подобно той тьме которая в аду причем если переводить слово которую нас перед на нестерпимого с бессильного ада то здесь на что намек что сама по себе эта тьма нанесла никакой опасности то есть опасность возникала от самих людей и от их страхов люди которые находились в египте и были в этой тьме они либо пугались страшными признаками либо страдали от душевного уныния их пугал ветер их пугала там голос птиц причем так сказал сладкозвучный голос птиц то есть приятный голос птиц треск камней там и так далее так далее так далее значит эти все люди из-за этой тьмы из-за этого страха оказались как будто пленниками и оказались в темнице без оков причем весь мир был освещен ярким светом и занимался своими делами и только вот эти люди были во тьме но самое страшное мучение в этой тьме было не сама тьма а то что вот люди испытывали страх и поэтому для них самих это было вот это мучение тягостней самой тьмы хорошо 17 главе автор рассказывает о тьме египетской понятно почему он обращается к этой истории санта он живет в египте пишет для евреев которые живут в египте которые страдают от давления языческого мира и ему важно показать что когда-то бог послал на язычников тьму тем самым их наказал и евреи сейчас могут быть уверены что бог их защитит и так мы прочитали 17 главу мы с вами были на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий горчат обыкин всего доброго спасибо за внимание